Привет! Как дела? Сегодня в канон католического Рождества я решила рассказать вам одну историю о том, как я однажды попала на рождественскую службу в англиканскую церковь. Начну с того, что в английские церкви я ходила как турист в качестве интересующегося готической архитектуры, которая чаще всего присуща католицизму. Я смотрела вот эти вот арки, вот эти нефы, всё, чему нас учили на уроке мировая художественная культура, изучала церкви как снаружи, так и изнутри, но никогда не посещала сервис. Было пару раз, мы когда ездили, путешествовали, какие-то концерты звучали, то, по-моему, в Дарсете, когда мы ещё с братом путешествовали на машине, мы куда-то приехали, по-моему, город Уэллспилл, и там хор готовился к какому-то сервису, то есть мы посидели, послушали, как они поют. Также мы с мамой однажды попали на концерт, по-моему, в Северной Ирландии, когда мы проезжали город Коли Рейн, по-моему, так он называется, но об этой поездке я ещё буду рассказывать, и там нам очень понравилась такая светлая звучащая музыка. Ну и на похоронах моего брата мы были не в церкви, а в Чапл, это часовинка так называется по-английски, но там тоже был некий такой похоронный сервис, сервис это по-английски церковная служба. Ну такой укороченный вариант. Обычно служба идёт около часа. Ну и когда я фотографировала приезжающих на королевскую церковную службу Кейт Миддлтон, Меган Маркл, тоже когда они заходили в церковь, я потом ждала около часа, чтобы сфотографировать их, когда они выходили из церкви. Всё, что происходит внутри, я приблизительно знала, потому что была несколько раз на открытом воздухе на сервисы, которые проходят в центре Лондона, на улице White Hall, где происходит празднование и минута молчания ко дню памяти, который проходит у них 11 ноября, ну приближённый к этому воскресный день. И вот там вот они пели вот эти вот все свои песни, которые они поют на службе. И вот люди меня спрашивают, что же поёт Кейт Миддлтон, стоя на балконе. Это вот как раз такие песни, которые они поют во время церковной службы. Так и я однажды в преддверии Рождества попала на такую службу. Папа семьи, в которой я работала, няней, пригласил меня то ли привезти детей туда, то ли просто пригласил, приходи, если хочешь посмотреть, как вот это всё происходит. Ну а мне было интересно английские традиции изучить, посмотреть культуру, как и что, и я пошла. И вот когда я пришла, все в принципе так добродушно меня встретили. Никаких таких взглядов, что эта чужестранка здесь делает, в нашей церкви не было. Все добродушно, чуть ли не кланяясь, как все эти англичане любят, говорили, да-да, проходите, вот садитесь вот сюда. Да, ну я села рядом с детьми, ну чтобы понимать, что происходит и быть более уверенной, что я на своём месте. Служба была, по-моему, от благотворительной организации Тринити, с которой папа как-то был связан. Насколько я поняла, ну если вы помните про эту семью, я рассказывала, что за два года до того, как я у них начала работать, у них умерла мама от рака, и то ли она работала в этой благотворительной организации, то ли эта благотворительная организация помогала им вот в процессе её болезни и, может быть, в организации похорон, я точно не знаю, но как-то они связаны. И насколько я знаю, папа всегда, ну ежегодно, какую-то сумму им переводил в качестве благотворительности. И вот его попросили произнести какую-то речь, вспомнить о его жене, там что-то рассказать, какие-то случаи. Я точно не знаю, что это, но это был конкретно сервис вот этой вот благотворительной организации Тринити. У них, кстати, ещё, по-моему, чарити-магазины были, и девочка потом, когда я уже уезжала, сказала, что она договорилась волонтёрить там в качестве как бы первоначальной работы. То есть она уже начинала работать на тот момент, когда я первый раз уезжала из Лондона в 2017 году. И да, какие-то другие люди тоже произносили какие-то речи, и потом мы пели вот эти вот гимны. Честно, не зная никаких слов, я просто вынуждена была так же, как и все, вставать и открывать вот эту книжечку, которую, в принципе, выдают на каждом сервисе, на каждой церковной службе. Ну, они лежат на стульчиках, и можно взять, и если ты не знаешь слов, просто петь вместе, произнося вот эти вот фразы, которые там написаны. У меня, кстати, почему-то книжечки не было, и я вместе с девочкой рядом стояла, и вот так вот смотрела в её книжечку. Потом она мне отдала, потому что более-менее англичане знают вот эти вот произведения, которые они исполняют ежегодно на церковных службах. И я делала такой вид, что я что-то там читаю, что-то там пою, и стараюсь в их музыку попадать. Ну, я же, в принципе, хоровик, и мне было несложно как-то, ну, уловив однажды мелодию, повторять её снова и снова, потому что по тексту обычно идёт та же самая музыка. А тем более в хоре мы всегда пели всякие произведения, как раз-таки церковные, на латинском, на итальянском языке. И тут, конечно, мне пришлось прочитывать всё это, а это достаточно быстро, и тем более англичане как-то по-другому все эти слова произносят. Но я делала вид, что я пою. Каково было просто счастье в глазах моих детей, когда они видели, что я стараюсь, пою вот эти вот гимны, и они мне подпевают, и мы вместе стоим такие, рот открываем. Я ещё делала вид такой, что достойно всё это. Это, конечно, и не было по приколу. Я, в принципе, старалась петь и пыталась понять суть всего этого мероприятия. Но мои дети просто вот с такими горящими глазами стояли и смотрели на меня, и были просто счастливы от того, что я принимаю участие вот в их такой вот церемониальной службе, так можно сказать. Но это для них всё равно, что для нас какие-то англичане стали бы петь «Этот день победы порохом пропах». Представляете, это же было бы просто, ну, я не знаю, какой-то неописуемый восторг их в глазах я увидела. Ну и, в принципе, когда вся концертная, так скажем, часть закончилась, там были и выступления, кто-то что-то рассказывал, и вот эти вот церковные произведения мы пели. И потом, когда официальная такая часть закончилась, нас пригласили за стол, который уже был, кстати, накрыт. Там стояли бутылки красного вина, ну, что-то типа Кагора, наверное. Сладкое вино было, мне очень понравилось. Так как я люблю сладкое вино, а в Англии его мне было очень сложно найти, я прямо пару бокальчиков выпила. И плюсом к этому угощали вот этими знаменитыми их рождественскими пирожками. Пироги они обычно пекут большие, Минспай называется. Но сейчас в современном обществе продаются даже уже во всех магазинах, в Теско, в Сейнсбуре, такие маленькие, как пирожные корзиночка, выглядящие пирожки, наверное, так можно сказать. Минспай – это мясной пирог. Изначально на Рождество его делали из мяса плюс сухофрукты. Сейчас в основном сухофрукты. Очень вкусные, достаточно приторно-сладкие, такие вот, я бы назвала, печенье с джемом из сухофруктов. В общем, пока мы пили вино и закусывали вот этими вот пирожками, дети там что-то типа Кока-Колы пили, ко мне подходили люди, я видела, я понимала, что они вроде бы как знают, кто я такая. И говорят, вот спасибо вам большое, что вы помогаете папе в воспитании этих детей. Ну, так как я с детьми там в основном тусовалась, они наверняка понимали, что я няня, они знали, что у них есть няня. И вот подходили и говорили, вы няня, да? Я говорю, да. В общем, у меня такое впечатление сложилось, что они все меня знали, они все улыбаются, все счастливы, что я рядом с детьми. А я никого не знаю, и было немножечко некомфортно, не по себе. Но, в принципе, да, мы весело всегда проводили время с детьми. И там тоже внутри этой церкви я постоянно была с детьми, пока папа там общался со своими друзьями, коллегами, я не знаю, кто они. Вот, потом мы все вместе собрались и пошли домой. Сейчас папа иногда мне пишет, когда ему все еще приходят письма на мое имя, он их открывает и пересылает мне суть переписки там с банками, с какими-то организациями. И вот недавно мы общались, он сказал, что девочка поступила в университет в городе Нью-Касл, то есть уезжает от него, он так сильно расстраивался, но говорит, я счастлив, что она поступила, по-моему, на археологический или географический какой-то факультет. А мальчик заканчивает школу и вот в этом году будет сдавать GCSE экзамен, это типа нашего ЕГЭ, и готовится, серьезно готовится. Ну вот так вот раз в полгода мы общаемся, переписываемся. Вот сегодня отправлю им открытку с Рождеством. Ну вот пока и все, что я хотела сказать про англиканскую церковь. Было очень интересно просто побывать и посмотреть на их культуру, на их традиции изнутри, среди англичан. Это было достаточно интересно. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!